Чао, друзья! Сегодня хочу вам рассказать об основных отличиях черногорской школы от российской. Видео будет не очень длинное, так, буквально вот пару отличий, но они достаточно существенные. И еще хочу рассказать про документы, которые потребуют с вас для поступления в школу. Весь список полный будет в подписи обязательно. Ну а сейчас давайте с них, наверное, начнем. Кратко расскажу. Во-первых, вам потребуется все личное дело из предыдущей школы. Это выписки об оценках, характеристики, ну и вообще полностью личное дело. Естественно, его нужно будет перевести у судебного переводчика на черногорский язык, он же сербский. Вот, потом понадобится свидетельство о рождении, выписка из МУПа о адресе. Это уже здесь, вы снимаете квартиру, вам дадут такой корешочек, вот, с ним вы можете пойти в МУПу и сделать выписку. И ксерокопию, боровка, ребенка. Это вид на жительство. Вот, ну, как я и сказал, полный список будет внизу. А теперь давайте немножко об отличиях. Ну, такие самые простейшие, допустим, на уроке, чтобы ребенку ответить, ему не требуется поднимать вот так ладонь, знаете, как по стойке смирно. А нужно просто поднять два пальца и можно отвечать, не вставая с места. Вот, дальше еще интересное отличие. До пятого класса дети пишут карандашом. И где-то в середине четвертого, там, в начале пятого переходят потихонечку на ручку. А сделано для того, что если ребенок сделал помарку, он может спокойно исправить свою ошибку. И, как правило, это не наказывается. Это, наоборот, поощряется, потому что ребенок проделал дополнительную работу, сам нашел свою ошибку и исправил ее. То есть он проделал двойную работу. Но в наших школах, наоборот, да, если ты сделал помарку, то есть две помарки – это ошибка. Вот здесь такого нет. Вот, что еще из интересного? Формы. Нет формы одежды никакой специальной. То есть ребенок приходит в том, в чем хочет, с такой прической, с какой он хочет. Но понятно, что в пределах разумного. То есть нельзя там прийти без юбки или в сильно короткой юбке. То есть в пределах разумного ребенок ходит, как хочет. Еще в местных школах нет дневников. Вообще, как таковых нет дневников. Все оценки проставляются в журнал, еще в электронный дневник. И по окончании четверти выдается оценочный лист. Эти все оценочные листы собираются. То есть там все оценки сразу указаны. Они потом потребуются для поступления в высшую школу. Образование делится на четыре этапа. Дошкольное – это подготовка и до второго класса. Дальше младшая группа. Это получается со второго по пятый класс. С пятого по девятый класс. И с девятого, начиная с девятого, четыре года – это высшая школа. Туда как раз и берут по результатам вот этих вот выписок, которые дают каждую четверть. Но до седьмого класса они не учитываются. Начинаются учитываться только после седьмого класса. И уже по итогам вот этих выписок и экзаменов либо принимают ребенка в высшую школу на четыре года, либо не принимают. Еще очень интересно, что тут нет как такового ЕГЭ. Здесь просто сдаются наши старые добрые экзамены, как мы с вами сдавали в школах когда-то до ЕГЭ. Я считаю это правильно. То есть на экзаменах можно полноценно проверить знания ученика, а не по каким-то там мифическим баллам. Ну еще хотел бы сказать, что мою дочку приняли сюда сразу в четвертый класс. Хотя в России она училась в третьем классе. Причем в третьем классе она проучилась всего одну четверть. И когда мы сюда приехали, ее взяли сразу в четвертый класс прямо с середины года. То есть я так понимаю, что это потому, что они начинают учиться с шести лет. Еще, конечно, из необычного то, что ни на что не нужно сдавать деньги. Обучение бесплатное совершенно. Если у вас в НЖ обучение бесплатное, вам не нужно сдавать каждый год на окна, на шторы, на подарки. Ничего этого не нужно. Тут я правда узнал, что такое бесплатное обучение, бесплатное образование для ребенка. Это очень интересно. Ну и давайте еще расскажу про интересные нюансы в образовании. Здесь, знаете, вот даже если окружающий мир или математика идет с примесями физики, химии, чтобы дети как-то познавали окружающий мир. Оно немножко сложнее для наших детей. То есть у нас если точная наука, значит она точная. Здесь же нет. Здесь, допустим, математике прибавляются такие упражнения. Допустим, посчитать длину, сложить. И, допустим, теплопроводность какого-то материала. То есть за какое время тепло пройдет по дереву или по стали. То есть интересно. Это уже начинается там с третьего, четвертого класса. То есть я считаю это плюс. Но немножко для наших детей сложновато. Много логических заданий. У нас опять же на логику меньше. У нас больше точно. У нас нельзя задание решить несколькими способами. У нас нужно, как учительница тебе сказала, так надо решить. Решил по-другому? Неправильно. Тут наоборот. Если ты проявил смекалку, решил каким-то другим способом, но ответ у тебя в итоге получился правильный, то за это будет пятерка. О, чуть не забыл про оценки. Оценки здесь начинаются с единицы. Единица это плохо. Это не о. Двойка это удовлетворительно. Как у нас тройка. Тройка это как наша четверка. То есть они даже пишут. Тройка. Хорошо. Четверка. Это очень хорошо. А пятерка это отлично. Отлично получить очень тяжело. Это прям отличная оценка, как у нас пять с плюсом. Ну вот, ребят, коротко о чем я хотел вам рассказать. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Также в подписи я оставлю документы для поступления. Давайте, пока. Скоро будут новые видео.